Вот бывает такое, решил стать самым главным директором. Здорово, наверное, все тебя слушаются, на работу просятся, вот только кого взять? Собеседование проводить не хочу. О, говорят, можно определить характер по почерку. Это является скорее косвенной диагностикой, которая не имеет под собой доказательной базы. Я понимаю, что невозможно стопроцентно точно определить характер по почерку, но все же давайте попробуем. Итак, первое заявление. Что же здесь видим? Исходя из данного заявления, можно предположить, что человек находился в состоянии волнительно-тревожным, из-за нечетких линий, из-за слабого нажатия ручки. И, вероятно, он имеет истощаемое внимание, ввиду того, что сужается текст к окончанию строки. Получается, он постоянно будет уставать, если даже строчку написать не может нормально? А работать кто будет? Я, что ли? Нет, такой работник мне не нужен. Давайте дальше заявление рассматривать. Четко выведены буквы среднего размера, что может свидетельствовать, в принципе, совершенно нормальное, типичное заявление. Однако обращает на себя внимание положение шапки, да? То есть обращение к кому? Так как обычно она ставится в правую сторону, чтобы сразу обратить на себя внимание. Если она фактически по центру, хотя это человек, скорее всего, амбициозный, исходя из того, что мы видим твердое нажатие почерка и четко выведенные буквы среднего размера. Отлично! Работать будет, не покладая рук. Хотя если он с амбициями, то получается, что захочет мое место занять? Нет. Такой работник мне не нужен. Кто там еще есть? Здесь действительно отдельно выведенные буквы. То есть такой человек идентичный, обосновательный, но при этом они не мелкие. То есть это не дотошность, а скорее ответственность. Так можно сказать. А вдруг он будет все-таки дотошным? Конечно, качество работы будет на высоте, но скорость. Получается, мне нужно будет несколько таких работников. А это уже больше платить придется. Нет. Такой работник мне точно не нужен. Смотрим дальше. В данном заявлении на себя обращает внимание низко-мелкая амплитуда букв, которые не очень крупного размера, не очень разборчивый почерк с острыми углами. Безусловно, это не является абсолютными критериями и основанием для какой-то характеристики. Можно предположить, что этот человек достаточно импульсивен и не всегда... Ну, не очень бережно относится к своим обязанностям, работе, написанию заявления. Импульсивный неряха. Это ведь ужас какой-то. Что он делать будет? Нервничать и грязь разводить? Нет. Такой работник мне не нужен. Хоть кто-то есть нормальный? В данном заявлении на себя обращает внимание направление букв. Можно предположить, что это писал леворукий человек. Что интересно, как правило, люди с доминантным правым полушарием, они немного невнимательны в точной работе, но при этом могут обладать какими-то, скажем, творческими решениями. И вообще, в принципе, более эмоциональными. Ой, творческие работники мне не нужны. Они вместо работы будут в облаках летать. Что же делать? При приеме нового сотрудника на работу заявление и характеристика почерка не может быть основным критерием. Все-таки важную роль является, как мы говорим в медицине, полный сбор анамнеза и непосредственно беседа, по которой можно сделать заключение. Что касается почерка, то он может изменяться под воздействием таких непостоянных величин, как настроение, как обстоятельства, в которых оно было написано. Поэтому, безусловно, немаловажно присутствовать при написании, как минимум присутствовать при написании данного заявления потенциальным сотрудникам. В общем, по почерку можно лишь приблизительно понять, какой у человека характер. Поэтому без живого общения в этом деле не обойтись. Никита, тебя вызывает директор! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok